Привет! Недавно я увидел на ютубе туториал, который делал один парень в Cinema 4D. И, собственно, ссылку на само видео я оставлю, на сам туториал, так как это была, по сути, оригинальная идея этого видео. Вся суть заключалась в том, что на этом видео он в синеме повторял вот подобное освещение для вот такого вот синтезатора, и я решил, почему бы не сделать это в блендере. И вот, данную модель я скачал на скетчфабе, если я не ошибаюсь. Ссылку я оставлю, но я его немножечко менял, вот эту модель, вот это надо удалить. Я немножко ее менял, потому что изначально у него в синеме не было артефактов на кнопочках вот здесь. У меня в блендере они были, вот, и они были связаны с немножечко, ну, наверное, кривой сеткой. И тут я не смогу это показать, потому что мне пришлось это домоделить уже самому. Ну, так что, в целом, так как это туториал только по освещению, имейте в виду то, что скачанная модель может иметь артефакты. Вот поэтому, да. Вот, поэтому давайте начнем. Я не буду, конечно же, показывать все шаги, которые делал он, потому что с ними вы можете ознакомиться в его видео. А я же буду идти, собственно, отталкиваясь от того, что я сам себе написал, да. Вот. Изначально, когда у нас есть вот такая вот модель, нам нужно для начала разместить камеру. Поэтому давайте мы создадим камеру, собственно. Оттащим ее G, Z, Z, чтобы по локальной оси Z перемещать. Оттащим ее куда-то вот сюда, в сторону. Ну, и я думаю, что нам сейчас надо подобрать плюс-минус нормальный поворот. И вообще надо поставить 1200 на 1600, чтобы получить вот такой вот вертикальный формат. И да, кстати, я тут немножечко уже работал с этим файлом, поэтому я все равно в процессе буду объяснять, что нужно делать, что вообще к чему. Ну, вот, но пока что просто следите за тем, что делаю я. Вот. Не забываем, конечно же, сохранить файл. Ставим ортографический режим, вот, чтобы получить нужный нам вид. Давайте отдалим примерно до, я думаю, до вот такого вот состояния. Можно попробовать еще повертеть это. Ну, крутим, как вам, собственно, это больше нравится сейчас. Это не основная задача. Вот, то есть мы разместили камеру. Затем нам нужно, давайте перейдем в режим рендера. Для начала я выключу вообще в целом все освещение мира. Поставлю его на 0, что у нас, в принципе, никакого освещения здесь, чтобы у нас оно не было. Чтобы мы получили вот такие вот прям жесткие тени. Вот, мы делаем обычный real light. Давайте найдем его. Вот, мы его создали. Это real light. Делаем ему белый цвет. Ну, он, собственно, белый по дефолту есть. И ставим 4000, так как это будет наш основной источник света. Я вот здесь включу, чтобы мы видели, где оно и что. И примерно размещаю в нужном мне месте. Вместе кручу, чтобы тени немножечко падали. Вот как на референсе, немножечко на вот ту сторону. Примерно выберу местоположение для основного освещения. Ну, я думаю, где-то что-то, что-то в районе вот этого. Можно немножечко увеличить. Вот. Да, примерно такие по жесткости тени нам и нужны. Вот как это выглядит в данный момент. Я думаю, что можно взять камеру, немножечко переместить, чтобы вот этот вот угол... Давайте вот так вот увеличим. Чтобы вот этот вот угол, он был ровно на... Ну, не ровно, наверное. Ну, как-то вот так вот на три четверти, да. Плюс-минус. Вот. Хорошо. Это у нас есть. Далее нам нужно, как и в том туториале, сделать цвет мира. При этом, чтобы он не влиял на наш объект. Вот. Поэтому нам надо перейти в настройки мира и выбрать цвет. Давайте запипетим вот этот вот. И возьмем... Кстати, сразу покажу, какой это. Вот такой вот хекс. А5, А, ФБ1. И силу поставим на 0,5. Вот. Мы добавили этот цвет, но, к слову, он не совсем такой. Надо сейчас его еще подтянуть, я думаю. Еще больше белого. Где-то примерно вот такой вот. Но не буду прям в точности повторять. Вот. Но, как я сказал, нам не надо, чтобы он влиял на наш объект. Поэтому галочку diffuse мы выключаем. Вот. Теперь у нас есть что-то уже более похожее. И, к слову, изначально этот вот синтезатор, он сам по себе там белый материал. Поэтому нам нужно чуть-чуть приблизить его к тому, что у нас есть, собственно, в нашем оригинале референсе. Вот. И я сделал вот такой вот, собственно, цвет. Чуть-чуть синеватый. 3D, FE, 7. Тут теперь такой синеватый оттенок получился. Поэтому имейте это в виду. И, кстати, я вижу то, что здесь все-таки чуть-чуть белее этот край. Поэтому, наверное, силу можно еще увеличить. Давайте до 6000, возможно. Ну, я думаю, где-то что-то наподобие вот этого. Вот. Ну, там уже вы сможете сами на глаз настроить. Давайте чуть-чуть уменьшу источник света. Вот так вот. Хорошо. Затем нам пора бы добавить вот этот вот градиент. Как он вообще делается? Давайте создадим еще один area light. Перенесем его вот сюда. Вот он у нас вот такой вот есть. Примерно вот так вот его увеличим. И сразу же растяну по оси Y, чтобы взять его вот так вот наклонить, собственно, в эту сторону. Так как нам нужен такой вот падающий градиент. Что мы делаем теперь? Затем в вот этом вот area light мы ставим силу 3000. Он будет достаточно сильный. Но при этом spread, насколько я помню, это распространение. Именно ставим на абсолютный ноль. Вот. Теперь у нас есть вот такой вот луч света, который нам нужно буквально немножечко довернуть. Я думаю, как-то вот вот так, возможно, чуть больше его сделать. Ну, вот так как-то будет нормально. Вот. Теперь нам надо поставить галочку use nodes, чтобы можно было использовать ноды, собственно. Потому что нам нужно сделать градиент. Что мы делаем? Нам сейчас нужно взять, создать color ramp. Затем gradient texture. И затем включайте аддон node wrangler. Постоянно его спрашивают. Я не знаю, мне кажется, это просто такой базовый аддон, который вы должны всегда при работе с блендером включать. То есть, где он? Вот так он, собственно, называется. Вот. Достаточно тяжелое название, поэтому лучше покажу. Затем подключаем color к фактору. Нажимаем, выделяем градиент текстуры. Нажимаем control T. Вот. Нам нужно поставить здесь в координатах UV. Вот так вот. Так. Затем подключаем color к color. И мы уже сразу увидели то, что градиент начал влиять на наше освещение. То есть, если я... Давайте я вот так вот сделаю. Вот. Я думаю, что вы это видите. Вот. А теперь достаточно несложная, но интересная часть. То, что нам нужно корректно расставить источники... Не источники света, а цвета. То есть, нам нужно сейчас взять здесь вот по краям чисто черный. Чуть-чуть его оттащить от сторон. Немножечко. Ставим сразу is, кстати, чтобы были более мягкие переходы. Давайте здесь назад все-таки. Вот так вот. Затем нам нужно поставить красноватый оттенок оранжевого. То есть, примерно вот в этом месте. Это будет у нас... Так. F... F... 6... A... 2... A... Вот такой примерно цвет. Копируем его. Делаем еще один pin. Вот сюда его ставим. Затем нам нужно еще один цвет для перехода сделать. Это будет тоже такой более оранжевый. Здесь FF... 92-27. Тоже его копирую. И сюда же... Сюда же перемещаю. Давайте здесь белый по центру. Так, хорошо. Сразу, кстати, возможно, у вас это выглядит по-другому. Вы можете использовать как AGX Punch, так и Filmic. Вообще, Filmic лучше передает вот эти именно вот цвета в данном случае. Он делает их более насыщенными. Но я предпочитаю использовать AGX. Мне больше нравится, как переливается именно его цвета. Хоть они выглядят несколько тусклыми, но тем не менее, потом в пост-опработке мы уже это все поправим. Так, а здесь нам нужно поставить такой более желтый цвет. Где-то вот. Вот такой вот. Затем давайте добавим High Solution Value. И Value поставим на 0.5. Чтобы сделать просто вот эти цвета чуть более отчетливыми. Так, а здесь, возможно, чуть-чуть вниз запустить. Я думаю, ну вот так вот. Тут надо не переборщить просто с этим основным освещением. Вот. Хорошо. Все, мы основные цвета вот эти, собственно, расставили. Теперь мы можем, например, взять и... Так, AGX Punch. Да, вот теперь мы увидим то, что они достаточно такие насыщенные. Можем включить кривые, можем не включать. То есть здесь просто мы делаем это все чуть более контрастным. И, возможно, стоит взять чуть-чуть получше разместить вот этот вот источник света, сделать его немножечко побольше. Я думаю, где-то вот примерно вот таким вот. Вот. Теперь мы можем взять, скопировать вот этот вот источник света, перенести его на вот эту сторону. Но сильно-сильно уменьшить его интенсивность. Я думаю, где-то 100. Просто, чтобы немножечко подсветить вот эту сторону, чтобы она не была прям вот такой черной. Но это, опять же-таки, при желании. Возможно, и не стоит этого делать. Давайте, например, на 20, чтобы совсем немного подсвечивал. То есть не более. Вот. Так, и таким образом мы повторили в целом вот это вот освещение. Наверное, стоит немножечко только, опять же-таки, в сторону куда-то вот сюда перенести, я думаю. Может быть, шире чуть-чуть. Хотя, нет, в принципе, и так нормально. Вот. Затем мы берем и выставляем нужное... Так, нужное количество сэмплов, где они постоянно теряются. 564, например, какие-то условные, да. И давайте еще раз просто проверим, насколько у нас адекватно падает этот цвет. Как будто бы мы можем взять и вот этому Real Light'у сделать чуть-чуть синеватый оттенок. Буквально чуть-чуть, я думаю. Где-то вот. Вот такой вот. Здесь видно, на самом деле, на референсе, что вот эта текстура, она чуть более глянцевая. Давайте я тоже чуть-чуть более глянцево сделаю. 0.4. Вот. Так, и в принципе, в принципе, вроде как все. Теперь нам осталось только взять это дело все отрендерить и уже в Photoshop'е сделать пост-обработку. Поэтому я сейчас просто нажимаю F12 и это дело рендерю, переношу в Photoshop и там мы уже дальше продолжим. Итак, мы перешли в Photoshop, у нас есть рендер, я его сделал в два раза больше, ну просто отрендерил на 200%, то есть не 1600 на 1200, а, ну точнее 1600 на 1200, но просто внизу там указал 200%, чтобы оно чуть-чуть побольше сделалось, чтобы качество было получше и было не так видно пикселей. Вот, давайте делаем Ctrl-J, Ctrl-Shift-A, чтобы перейти в камеру RAW. Чуть-чуть подождем. Вот, мы сюда перешли. Что мы теперь можем здесь сделать? Я думаю, чуть-чуть надо поднять экспозицию, буквально чуть-чуть, так, вот как-то так, может даже еще меньше, давайте на 0.03. Затем, так, можно Saturation, чтобы сделать прям действительно желтый такой оттенок, который у нас на референсе и присутствует. Что можно еще? Можно сделать тени чуть-чуть более контрастными, я думаю, темнее вот так их сделать и контраста чуть-чуть поднакинуть, да. Затем, в деталях мы сделаем Sharpening, то есть чуть-чуть это все сделаем острее, чтобы детали лучше считывались. В эффектах мы добавим грейна, я думаю, где-то вот столько будет достаточно. И можно в кривых буквально чуть-чуть вниз вот так вот опустить. Давайте нажмем ОК, просто глянем, что у нас получилось. Так, мы забыли, точнее я забыл перевести это все в Smart Object, поэтому дальнейшие изменения я не могу сделать, но вы имейте в виду то, что сначала делаете Smart Object, а потом уже лучше как-то это все дело менять, потому что я вижу, например, то, что сейчас как-то многовато шума, но тем не менее. То есть, в принципе, этот процесс достаточно понятен, простой, если вот так вот издалека смотреть, шум не так видно. Но это не так важно. В общем, да, мы сделали вот такой вот, собственно, постпроцесс, вполне простой. Нам нужно было только взять это все, дотянуть до приемливого качества. Вот, давайте еще раз нажму Ctrl-Shift-A, мне хочется взять и чуть-чуть вот этот вот красноватый цвет, сделать его более, я думаю, насыщенным. То есть, вот мы видим то, что оно влияет. Как-то вот так вот, чуть-чуть более насыщенным. Возможно, в Hue сделаем еще более красным, вот так вот. Вот, и теперь получается классный результат, который, собственно, можно использовать в своих проектах. Как вы видите, повторить то же самое, что можно сделать с синими, только в блендере, не так уж и сложно, если просто следовать вполне простым и конкретным шагам. Вот, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Это будет очень классно на самом деле. И пишите какие-то хорошие комментарии. Плохие дни надо писать. Все, на этом все. Спасибо большое. Всем пока.